У истоков культуры в Донбайе прошел фестиваль, который объединил людей, которые принимают участие в сохранении и популяризации богатой культуры карачаево-балкарского народа. Яркая и колоритная программа праздника предусматривала различные конкурсы, мастер-классы, дегустация национальных блюд и выставка народных промыслов. Смотрите подробности. Колоритная и яркая программа была представлена на фестивале «У истоков культуры», где каждый из гостей мог познакомиться с богатой и разнообразной карачаево-балкарской культурой. Основная задача данного мероприятия – сохранение культурного наследия. Мы хотим, чтобы наши гости, помимо знакомства с нашими курортами, познавали уникальное разнообразие национальных традиций, проживающих у нас в Республике народов, отмечают организаторы. Для наших туристов, гостей и местных жителей. Сегодня у нас на фестивале представлены мастер-классы по изготовлению хучунов, шорпа. Это наши традиционные блюда, войлочные изделия у нас есть, даже карачаевские, бычак называется. Также танцы наши, блюда, спортивные игры, состязания. И возрождаем эти старинные наши игры, старинные обряды, покажем. На этой площадке фестиваля участники могли познакомиться с такими национальными играми, как «Альчики» и с мифами нартского эпоса. Мурат Токов также рассказал о разработанной им игрой «Нартиада», которая раскрывает фантастический мир героев нартов. Восстановление и возобновление народных игр – это отчасти восстановление народной культуры. Это является одной из статей развития Российской Федерации. И развитие народных игр и также культуры способствует народу сохранить свою идентичность, что позволяет развиваться народу и позволяет развиваться детям и взрослым тоже. А это уже выставка войлочных изделий, где гости могли познакомиться с работами карачаевских мастериц. А здесь можно приобрести для себя карачаевский нож, который искусно выковали местные кузнецы. Особый ажиотаж вызывала дегустация национальных блюд, где были представлены разнообразные лакомства и воды из различных источников. Мы просто в восторге. И этот фестиваль открыл нам интересную и удивительную культуру народов Северного Кавказа, отмечают гости и участники мероприятия. На самом деле очень интересно узнать о другой культуре. Очень здорово. Потому что Россия, она такая обширная страна. И вот этот кусочек, который входит в Россию, очень здорово его узнать поближе. Его культуру, это правда очень интересно. На самом деле мы оказались здесь совершенно случайно, но я безумно рада стечению обстоятельств, которые нас привели сюда. Потому что это безумно интересно познакомиться с культурой, с кухней, с искусством, каким-то творчеством. И здесь хочется быть, отсюда не хочется уезжать, и хочется задержаться здесь подольше. Ну и куда же без горячих карачаевских хачанов, которые славятся своей мягкой и вкусной начинкой. Работники отдела культуры Карачаевского городского округа поделились рецептом с гостями. Ну и, конечно, каждый мог попробовать блюдо национальной кухни. Подобные хачаны на свежем воздухе, в такой красоте, замечательно. Большое спасибо организаторам, все очень вкусно. Хачаны, великолепно, спасибо огромное. Мы очень рады, что оказались на вашем фестивале и попробовали ваших чудесных хачанов. А кульминацией фестиваля у истоков культуры стал конкурс посвящения в джигиты. Участники должны были поймать барашка и сесть, держа в руках животное верхом на карачаевскую лошадь. В итоге победу одержал гость из Дагестана. Также для собравшихся был организован яркий праздничный концерт с участием музыкальных коллективов отдела культуры Карачаевского городского округа. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай.